Мы рады приветствовать вас на телеканале ОРТ в эфире новости дня в студии Михаил Карин. Вот какие материалы к этому часу подготовили наши корреспонденты. За мусор будем платить по-новому. Тарифы за вывоз твердых бытовых отходов снижены. Реализация проектов и проблемы холодных квартир. На заседании правительства звучат актуальные вопросы. Когда жить до глубокой старости? Вековой юбилей отметил Оренбурженга Зайнаб Касимова. Кто идет служить по контракту и что привлекает кандидатов? Сделать выбор помогают военные. Финал окружного фестиваля театральной при Волге. Лучшие постановки в эфире ОРТ. Южный Урал на выездном турне чемпионата высшей лиги. Болельщики Оренбуржья ждут новых побед. Цены на вывоз твердых бытовых отходов изменятся. Станут ниже. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил на заседании правительства. Отметим. Оренбургский тариф на эту коммунальную услугу один из самых высоких в стране. Изменения произойдут уже с 1 октября. Тариф потеряет сразу более 11,5%. Ранее губернатор поручил профильным службам и органам власти провести совместную оценку действующих в регионе тарифов. Коммунальные тарифы не должны быть выше экономически обоснованных. И внося тот или иной обязательный платеж, люди должны получать коммунальные услуги в положенные сроки и соответствующего качества. По данным областного департамента, по ценам и регулированию тарифов, плата за вывоз мусора для горожан с 1 октября составит чуть больше 90 рублей в многоквартирных домах и около 105 рублей для жителей частного сектора. В сельских территориях жильцы многоквартирных домов будут платить почти на 9 рублей меньше – 70 рублей 42 копейки. А платеж для тех, кто живет в своих домах, снизится на 10 рублей и составит почти 80 рублей. И еще из официальной хроники. Реализация проекта в строительстве и ремонт дорог, а также проблемы холодных квартир. Как оказалось, отопительный сезон в Оренбурге начался не для всех. Накануне на очередном заседании правительства области рассмотрели актуальные вопросы. На повестке дня их оказалось больше 30. Некоторые из глав получили выговор от губернатора. Разговор с ними получился жестким. Наталья Мороз расскажет подробнее. Все члены правительства в сборе. В повестку дня начинает исполняющий обязанности первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Особый противопожарный режим, который был введен в Оренбурге с 30 апреля, на сегодня снят. Ситуация стабильная. На первый план выходит другой вопрос. Пожарная безопасность во время отопительного сезона. Некоторые дома до сих пор остаются без тепла. На сегодня более 200 жалоб по области. В лидерах Оренбургский район здесь не отапливаются 28 многоквартирных домов. И Абдулинский городской округ 41 жилой объект. В администрации поясняют, с людьми проводят разъяснительные беседы, от которых точно теплее в квартирах не становится. И предлагают отапливаться людям пока обогревателями. На сегодняшний день население подтапливает столько электроприборных обогревателей. А если у кого-то нет? Будут обращения, будем решать частную... Еще раз, не надо дожидаться обращений. Когда будут обращения, то поверьте мне, потом уже будет поздно. Я вам даже могу сказать, как они будут потом работать. Не дай бог, кто-то заболеет после этого обращения. И обратятся в прокуратуру, например, за вырушение температурного режима. После этого вы будете обращаться по известным органам очень долго. Глава региона дает поручение местным чиновникам обойти все неотапливаемые квартиры, узнать, нуждаются ли люди в источниках тепла. Срок исполнения поручения до конца понедельника. Ситуацию Денис Паслер берет под личный контроль, как и с дорожными объектами. Работу двух глав Бугруслана и Пономаревского района губернатор критикует. Выделенные многомиллионные суммы из бюджета на ремонт дорожной сети освоить так и не смогли. Сколько я проехал, практически всю область. Хуже дорог нет. Мы вам дали денег столько, сколько мне давали за предыдущие пять лет. И мы выделились их не освоить. Команда-то у нас должна работать. Народ-то должен выполнять свои обязанности. Туда мне деньги ничего не осваиваем. Зарплату получаем, а дороги там на легковой машине не проехать. Сделать не можете. Региональное министерство строительства выходит с предложением данные деньги забрать и перераспределить их между другими муниципалитетами. Данный вопрос еще предстоит решить. Наталья Мороз, Сергей Пронь. Новости дня. На сегодняшний день в трех оренбургских школах закрыты на карантин восемь классов. Это школы номер 76, 3 и 67. 227 детей обучаются дистанционно. Занятия отменены с целью предупреждения распространения ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, причина заболевания – вирусы негриппозной этиологии. Преимущественно риновирусы. При этом детские сады Оренбурга работают в обычном режиме. Закрытых групп нет. И в продолжении темы образования. Семь школ Оренбурга по-прежнему на ремонте. И к 1 октября завершить его не успели. Ранее в профильном министерстве сообщалось, что у некоторой школы начнут образовательный процесс на месяц позже общепринятого. Одна из таких школ – номер 24 в областном центре. Новая дата открытия – вторая четверть. Новые перекрытия, двери и окна. Капитальный ремонт в 24-й школе подходит к концу. Основной перечень работ выполнен от старого здания, фактически остались только стены. Всего на ремонт из областного и городского бюджета выделено около 57 миллионов рублей. Подрядчики практически завершили свои работы. То есть вы сами видите, остались некоторые нюансы, которые устранят буквально за неделю. Ну, от силы дней 10. Напомним, капитальный ремонт в 24-й школе начался после ЧП. В коридоре во время урока обвалилась штукатурка. После обследования выяснилось, что межэтажные перекрытия в аварийном состоянии. В аналогичной ситуации сейчас третья школа Оренбурга. Там также требуется капитальный ремонт здания. Не принимают детей в этом учебном году и школы в муниципалитетах. Это 12-я школа Бузулука, первая в Медногорске и Переволодске, Краснооктябрьская школа и Покровская Новосергиевского района. Всего из областного бюджета в этом году на ремонт 22 школ области выделено около 500 миллионов рублей. Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, их индивидуальным и социальным потребностям, обеспечить пенсионерам необходимый уход и возможность активного участия в экономической, культурной и духовной жизни. О том, как до глубокой старости дожить и быть активным, с нашими корреспондентами поделилась Оренбурженко, которая отметила свой сотый день рождения. Зайнаб Касимова, несмотря на солидную дату, полна сил и энергии. Она до сих пор хорошо помнит важные события и живо интересуется новыми технологиями. В гостях у именинницы побывала и наша съемочная группа. Анна Немых и Константин Вороёб узнали, в чем секрет долголетия. Глядя на эту бабушку, сложно поверить, что ей уже исполнилось 100 лет. Зайнаб Касимова всех гостей встречает с распростертыми объятиями и обязательно угощает чаем. До сих пор помнит все события, которые когда-либо происходили в ее жизни. Это вот мы на природе. Вот муж сидит. Вот мои родные. Зайнаб Касимова родилась в Татарстане в многодетной семье. У нее было 12 братьев и сестер. Признается, время было сложное. Голод, болезни. В итоге из всех детей в живых осталась только она. Своё детство вспоминает с особым трепетом. Прислали из Америки, что ли, гостинцем. Мы бежали за гостинцами. Не разрешали там домой носить. Кушайте, кушайте. А мы их как-то прятали и домой несли маме. В 1928 году переезжает в Оренбург. Они задолго до начала Великой Отечественной войны знакомятся с будущим мужем. Но семейное счастье длится недолго. Супруга забирают на фронт снайпером. Зайнаб Касимова работает в тылу. Супруги вновь встречаются только в 1946 году. Рождаются трое сыновей. Со временем появляются пять внуков. А теперь у бабушки есть еще и четыре правнука. Сейчас мы разъехались. Кто-кто в городе, мы каждый праздник приходим, забираемся. И мне кажется, конечно, все держится вокруг нее. Она такой объединяющий стержень, который объединяет всех. Зайнаб Касимова ведет здоровый образ жизни. Рано встает, чтобы помолиться. Она очень верующая. У нас мусульман читает Кораны, молитвы читает. У кого кто умер, кто родился, у кого какая радость и какая воля, она читает молитвы. Вот у нее есть старинный Коран. Она на арабском языке читает. Столетняя бабушка каждый день осваивает новые технологии. К примеру, запросто обращается сотовым телефоном. Может просматривать фотографии, отправить сообщения. Родственники признаются, секрет долголетия в ее живом уме и желание быть нужной для всех. Сама же Зайнаб Касимова считает. Не выбрала сама. Это мне Бог дал. Ничего не сделаешь. Я очень рада. Анонимых Константин Воробьев. Новости дня. Сейчас прервемся на рекламу. Продолжим сразу после нее. Не переключайтесь. Кто идет служить по контракту и что привлекает кандидатов? Сделать выбор помогают военные. Финал окружного фестиваля театральной при Волжье. Лучшие постановки в эфире ОРТ. Южный Урал на выездном турне чемпионата высшей лиги. Болельщики Оренбуржья ждут новых побед. К новостям из мира культуры. Театральное при Волжье на финишной прямой. 28 спектаклей из 14 регионов, отобранных в ходе голосования зрителями по всему Приволжскому федеральному округу, будут показаны в эфире региональных телеканалов, в том числе на ОРТ. Трансляция программ начнется уже сегодня вечером в 21.00. Каждый вечер до 28 октября смотрите и голосуйте за полюбившихся участников в нашем эфире. Видеоверсии всех спектаклей доступны в течение всего октября. Победители в итоге получат гранты на новые постановки. Фестиваль театральной при Волжье стартовал в апреле во всех субъектах Приволжского федерального округа. Он объединил более тысячи школьных и 130 студенческих коллективов. Победители первых этапов борются за звание лучших. По результатам народного голосования в лидере Оренбургского регионального этапа театрального фестиваля вырвались два коллектива. Среди студенческих постановок лучшей, по мнению зрителей, стала «Квадратура круга». 3700 человек отметили работу Народного театра «Горит свет». Постановка «Алой паруса» детского театра «Щелкунчик» набрала более 3500 голосов. Теперь оценить мастерство юных артистов и выбрать лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа зрители смогут с помощью телефонного голосования по единому бесплатному номеру 8 800 350 35 43. Каждому спектаклю будет присвоен порядковый номер от 1 до 28, который будет размещен на экране при демонстрации в эфире. Голосовать можно во время трансляции. Участники ждут поддержки. Итоги подведут в ноябре. Следите за вечерними эфирами ОРТ. Порядка 132 тысяч человек направят на военную службу в ходе осенней призывной кампании. Она стартует сегодня во всех регионах России. В Оренбурге проходит акция «Военная служба по контракту вооруженных силах Российской Федерации. Твой выбор». Пункт отбора развернулся на территории 106-го учебного центра имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Василия Казакова. Почему такая служба сегодня важна и чем она привлекает кандидатов, узнала Елена Еремина. Пройдешь комиссию, даже физическую подготовку, после этого можно будет призвать тебя по контракту. Только первые минуты консультации, а в пункте отбора о службе по контракту узнали уже десятки оренбургцев. Как поступить на службу по контракту вооруженные силы Российской Федерации? Какие требования предъявляются кандидатам? На эти и другие вопросы получили ответы те, кто решил связать свою карьеру с армией. Минимум среднее полное образование, прохождение, тестирование психологов – одни из главных требований кандидатам. Уже в курсе всех правил юно-армеец Андрей Агапов. За три года в военно-патриотическом движении он побывал в нескольких военных частях, видел быть служащих по контракту. Это по душе, признается молодой человек. В планах быть танкистом. Мои планы на будущее – это поступить в Казанское высшее краснознаменное танковое училище и стать лейтенантом. Как я считаю, у людей, которые пошли на военную службу по контракту, у них есть стабильный доход. Сейчас военные службы по контракту – одно из основных направлений формирования вооруженных сил, отмечают специалисты. Армия нацелена на то, чтобы заместить должности военнослужащих по призыву, военнослужащими по контракту. Ежегодно военнослужащих по контракту становится все больше. Такая акция – это и возможность увидеть успехи опытных военнослужащих. В этот день они получают благодарности губернатору области и главы города. Также оренбургцы знакомятся с боевыми возможностями современных образцов военной техники и вооружения. Организованы выставки. Акция «Военная служба по контракту – твой выбор» проводится в Оренбурге уже пятый раз. Ежегодно в ней принимают участие сотни человек. Елена Еремна, Георгий Бурлузский. Новости дня. О спорте. Хоккеисты Южного Урала проводят выездное турне чемпионата высшей лиги. Сегодня второй гостевой матч в Тольятти с местной «Ладой». В этом выезде Арчане играет с клубами первой конференции и открывает серию в Пензе против Дизеля. Практически всегда матчи между этими соперниками напряженные, как и в этом случае. Хозяева начинают сверхактивно и уже к девятой минуте ведут 2-0. К чести гостей они довольно быстро приходят в себя и отодвигают игру от своих ворот. А потом и выравнивают ситуацию. Одна из наших главных проблем на старте сезона – реализация большинства. Но сейчас в этом компоненте действуем выше всяких похвал. В конце второго периода Кондратьев и Курипанов забивают в численном преимуществе. В начале третьего периода Смолин выстрелом от синей линии выводит Арчан вперед. Однако через две минуты уже пензенская команда отыгрывается 3-3. Далее команды демонстрируют обоюдно острый хоккей с большим количеством опасных моментов. За полминуты до финальной сирены гости вновь отличаются в большинстве. Ворота дизеля поражает Хасаншин. В итоге 4-3 – волевая победа Южного Урала. На этом мы завершаем наш выпуск. Оставайтесь на ОРТ, впереди вас ждет много интересного. Я напоминаю, вернуться к обзору новостей вы можете на нашем официальном сайте media56.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Будьте в курсе событий. До встречи в эфире.